Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замберус. Сегодня у нас рейтинг от худших к лучшим. Первый ранг советов. Если вы не согласны с моим выбором, то жду ваш вариант рейтинга в комментариях. А также вы можете предложить тему для следующего рейтинга по Вартандеру. А мы начинаем. 17 место. ГАЗ ААА-4М. Ну что можно сказать про последнее место? Против самолетов Максимка что-то может. А вот против техники, к сожалению, нет. Только собратьев он может забирать. То есть зенитки на такой же колесной базе. На 16 место влетает ДШК. Эта зенитка довольно неплохая. Вполне спокойно разбирает танки своего БРа. И при этом сама колесная база довольно шустрая. Даже по грунтам. Но пару пулеметных очередей в вашу сторону. И все, к сожалению, вы улетаете на выбор техник. Поэтому нужно действовать в стиле Хитмана, Сэма или Снейка. Отличная техничка, на которой весело гонять на первом ранге. 15 место. Т-70. Если честно, то вообще не понимаю данную машину. Вроде за основу взята неплохая тачка Т-60. И вместо автоматической пушки влепили годный 20К. По идее, все идеально. Но Т-70 крайне слаб на своем БРе 2.0. Скорости у нас нет как у БТ-7. Гипаж 2 человека. Это значит выживаемость очень низкая. При этом быстро ответить с пушки мы не сможем. А все из-за привода башни. Скорость поворота башни 5,6 градусов в секунду. Ты себя вот на Т-70 ощущаешь САУ, а не легким танком. Пушка классная, база топчик. А вместе это как-то неиграбельно. 14 место. Т-26. Я не очень люблю эту технику. Танк, несмотря на отличную для своего ранга пушку 20К, слабоват. А все за счет отсутствия брони. Корпус всего 15 миллиметров. Башня большая. Экипаж в башне. И скорость передвижения, ну не Т-60 или БТ. Данный танк требует очень аккуратной игры, так как ваншоты он ловит только в путь. 13 место. Т-26-4. Это тот же Т-26, только с огромным 76-мм дрыном. Который ультимативен на своем ранге. И в отличие от СУ-5-1, у него огромный боезапас. Но проблемы ровно такие же, как у стандартного Т-26. Плюс к этому, по ощущениям, он еще медленнее. Так как из-за установки более мощного орудия, масса у нас возросла с 9 до 11 тонн. Пушка вытягивает данный танк, но это далеко не лучший танк первого ранга. 12 место. М3 средний. Очень редкий танк Вартандера. Трофейный М3 можно было получить за победу в турнире в честь 23 февраля 2016 года. Или же в рамках ивента на День танкиста 2017 года. Сам по себе М3 очень спорный танк. С одной стороны, у нас два орудия. Шесть членов экипажа. Неплохая броня и относительно неплохая скорость передвижения. Но у нас огромный силуэт и М3 прям приманивает к себе снаряды. Периодически вы попадаете против США. И тут М3 становится жертвой закрута от саранчи. Точнее локустов. И в такой ситуации вам нужно ждать, пока команда спасет вас. 75-мм пушка установлена неудобно. Имеет очень специфические углы наводки. Танк хорош при кемперстве или при прорыве обороны противника. Но только если у противника нет быстрых маленьких танков. На 11 место попал редкий премиумный танк Т-26 экранированный. Его ранее можно было купить в составе начального набора. В 2016 году. Танк с продажи сняли. Что точно можно сказать, что это самый живучий Т-26 в игре. На него налепили 30-мм экраны. Из-за этого он немного потерял в подвижности. Но чисто по ощущениям. Он пошустрее будет, чем 26-4. Экраны иногда отрабатывают на все 100%. Но, к сожалению, они не закрывают весь корпус. И есть явные места, куда снаряд пролетит с легкостью. Например, снаряды легко влетают в погон башни. Это не КВ-1Б, но лишний раз пожить может. И не уносит с одного выстрела, как Т-26-4 и Т-26. Пушка стандартная 20К. Ее хватает за глаза. Лично для меня это лучший Т-26. Всем коллекционерам рекомендую. На 10 место попала очень странная САУ СУ-5-1. У нас дикая 76-мм пушка образца 1902-30-го годов. С каморником, который может пробить абсолютно все на своем БРе и БРе выше. На любой дистанции. При этом заброневое у нас просто невероятно. А все за счет взрывчатки. Ее на секундочку 150 грамм. А еще перезарядка в районе 5 секунд делает эту пушку идеальной. Ну и все. А далее идут минусы. Это отсутствие брони. Вас убивают с любого пулемета. Далее боезапас. Вас всего 8 снарядов. Что в идеальном случае хватит на 8 танков. А в худшем на 4. Скорость передвижения низкая. И последний минус. Это очень открытая рубка. Самолет, арта или противник в спине. Это мгновенная смерть. Девятое место. БМ-824. Это машинка чистый фан. Маленькая, быстрая и довольно мощная. За счет дикого спама ракетами. Бронирование идентично Т-60. Экипаж такой же. Два человека. Но если по вам попадут. То это смерть. На своем БРе ракеты себя показывают отлично. Главное привыкнуть к баллистике и углам наводки. И вот основным минусом этой машины. Являются горизонтальные углы наводки. Серьезно к данной тачке не следует относиться. Она создана для фановых зарубок. А также с помощью этой штуки мы открывали Катюшу. Восьмое место. Т-48. Он же Су-57. Вторая доступная САУ на первом ранге советов. Возможно на ней нет дикой 76 мм пушки. Как у Су-5-1. Но в отличии от Су-5-1 у нас есть скорость. Более прикрытая рубка. Ну и самое главное. Боезапас на 100 снарядов. Пушка М1 мощная. И спокойно расправляется с танками БРа 3, 3, 3, 3, 7. Но это если судить по Т-18Е2. Где стоит аналогичная пушка. А на первом ранге эта пушка просто ультимативная. Скорость высокая. На асфальте можно топить до 50 км в час. Перезарядка очень быстрая. Единственное что может вызвать вопрос это бронирование. Всего 15 мм. Но каморники часто не взводятся об вас. Седьмое место. Т-3. Трофейный пазик 3J. Играя за немцев эта штука очень сильно страдает от раскачки. Что не дает вам шанс выстрелить первым. Но играя за советский пазик. Часто бывает так что даже на РБ противник вас просто игнорирует. Даже несмотря на ваш зеленый камуфляж. Бронирование у танка приличное и удар держать может. Но главная фишка это конечно же орудие. Оно скорострельное и точное. К сожалению есть минус. Например скорость поворота башни. Хотя играя на советском пазике у вас есть время довернуть. Так как противник часто понять не может кто вы. Свой, не свой, враг, не враг. Для фанатов стелса и СБ Т-3 отличный вариант. Шестое место. РБТ-5. Один из самых редких танков тундры. БТ-5 на которую установили огромные танковые торпеды весом 250 кг каждая. Очень злые фугасные снаряды которые по идее разрывают любой танк на любом БРе. Но после того как убрали возможность стрелять с нулевого градуса. Для эффективной игры с этими торпедами вы должны стать богом вычисления траектории полета. И если вы умеете стрелять из Брумбура или Катюши. То проблем у вас не будет с этим. А для всех остальных кто не умеет вычислять по калькулятору как стрелять из этой штуки. Это отличный танк. Так как БТ-5 даже с полтонной сверху остается БТ-5. Пятое место занял АЕк от мира Тунры. Это Т-60. Этот маленький легкий танк можно назвать одним из лучших танков первого ранга для заруб на коротких дистанциях. А все благодаря пушке ТНШ с темпом стрельбы 800 выстрелов в минуту. И в отличии от Т-70 у нас нормальный привод башни. Который крутит башню со скоростью 15 градусов в секунду. Да, у нас опять же экипаж 2 человека. Но в целом выживаемость высокая за счет пушки, привода и размера ленты. К сожалению есть 2 проблемы. Первая. Пробиваемость на дистанции. Пробитие на дистанции в 500 метров всего 27 миллиметров. Что иногда может не хватать, особенно против итальянских танков. Вторая проблема это перезарядка в 21 секунду. Но если учитывать данные проблемы и работать только на коротких и средних дистанциях, вы будете крайне эффективны. Четвертое место. Влетает Т-34 на минималках Т-50. По факту этот танк очень схож по поведению с БТ-5 или БТ-7. То есть требует крайне агрессивной игры. Но в отличие от БТ-5 у вас есть броня под рациональными углами наклона. Единственное что мешает назвать этот танк супер выживаемым, это компоновка экипажа. Он сидит плотно. Три человека в башне. И если каморник попадет в башню, которая является самым слабым местом этого танка, то вы улетаете на спаун. Пушка 20к на БР-2.7 уже не такая ультимативная. Хотя есть подкалибр, который немного вытягивает пушечку. А вот башня не быстрая. Но в целом танк отличный. Он быстрый, силуэт небольшой, броня на уровне. Почетное третье место занимает хрущевка на гусеницах Т-35. Этого мастодонта можно назвать одной из самых неубиваемых машин первого ранга. Да, возможно эта штука не самая быстрая среди своих собратьев. Но выживаемость на космическом уровне. Но не за счет брони, а свободной планировки внутреннего пространства и 10 человек экипажа. Из вооружения нам доступны две пушки 20к и огромное 76-мм орудие КТ-28. Снаряды на всех пушках классические советские каморники, которые не имеют проблем с пробитием или заброневым. Как премтанк очень фановый и я лично его рекомендую к покупке. Каких-то минусов у Т-35 ну просто-напросто нет. Настоящий танковый дренноут. Второе место. Если Т-50 был Т-34 на минималках, то 126-й это Т-50 на ультре. И если выбирать что-то на БРе 2.7, то вместо Т-50 я лично возьму Т-126. Да, он немного медленнее, но брони-то больше и немного иная компоновка экипажа. В отличие от Т-50 башни у нас 2 человека и попадание в эту слабую по бронированию зону не будет смертельным. Если вы попадаете в топ на этом танке, то себя ощущаете как КВ-1Б. Пушка 20к и как ранее было сказано на БРе 2.7 начинает уступать другим советским пушкам, но это не значит, что она не пробивает. В целом Т-126 для меня лично на 3 главы лучше Т-50. Первое место. Банально, но на первое место влетают 2 танка. БТ-5 и БТ-7, которые оба заслуживают первого места. Бешеные колесницы смерти, которые уже в первую минуту матча начинают окучивать спауны противника даже на 6 ранге. Да, у танка слабое бронирование, но скорость и пушка 20к вытягивают и плотную компоновку и 15 мм брони. Про эти танки даже нечего сказать, так как это банально лучшие танки на первом ранге советов. Высокая скорость, маневренность, отличные каморники и нормальная скорость поворота башни выводят БТ-5 и БТ-7 в статус легенды. Но думаю на этом все дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok